У Путина шок. От событий в Беларуси у Путина шок. Почему шок? А потому что по-другому, предполагаю, я караул, по-другому. Быть не может. Такого никто не ожидал, но такого прежде всего не ожидал Путин. Одно дело, Майдан организованный. Мы до сих пор не знаем, что там на самом деле в Беларуси, в Минске, под Минском делали бойцы Вагнера. Бывший Путин-повар Пригожин один из самых близких к нему людей. Специалист по деликатным поручениям, предполагаю, я караул. Но сейчас речь не об этом. Одно дело организовать что-то. А другое дело, когда все организовывает сам народ. И сейчас никого не интересует там в Беларуси. Никого, это самое страшное, никого не интересует. Как будет дальше? Когда правитель сидит долго, Мубарк в Египте. Сколько он сделал для Египта? Но он сидел так долго, что осточертел. Чем закончился для Египта? Катастроф. Но когда свергали, потому что он осточертел, и свергли. И люди выходили на улицы, радовались. Никто не думал о том, что будет завтра. Осточертел. Сегодняшний день важнее завтрашнего. Осточертел. Путин сначала проиграл на Украине. Не Путин. Его аналитики. Никто ему не говорил о Зеленском. Предполагаю, я Каравов. За это отставкой заплатил Говарун в администрации президента. Другие протоколы, другие предположения клали на стол Путину. Кто победит? Как? С каким перевесом? Какие силы? Роль Медведчука? Ну и так далее. Все оказалось в жизни иначе. Сейчас все иначе в Белоруссии. Как иначе? Да как думали в Москве. И в Хабаровске. И Путин думает о себе. Он всю жизнь думает прежде всего о себе. Он такой человек. Что его ждет? Он не будет баллотироваться в четвертом году. Он не готов к тому, что происходит сегодня в Белоруссии. К тому, что в Хабаровске. Он не готов к тому, что покажут в регионах. В Смоленске прежде всего и в Ростове, предполагаю я, Караулов. Губернаторские выборы. Если Дегтярев пойдет на выборы губернатора, то как он сейчас себя ведет с яхтой Виктория. Мы снимаем яхту. Фургал хотел продать яхту на торгах. И их чиновников, яхту администрации. А Фургал вернул. Молодец. А Дегтярев вернул. Молодец. Молодец Дегтярев. Все правильно делает. Ума палата. Путин не готов к этому. Он же предположить не мог, что Кириенко назначает в регионы иной раз просто дебилов. Я не называю фамилией. Но регионами, многими регионами в России правят дебилы, конченые дебилы. Которые могут построить госпиталь для ковида на скорую руку за миллиард народных денег. Из материалов пятой степени опасности. Пожарные опасности. Потом писать бумагу. Дайте нам пожарников, круглосуточно, по 12 человек на госпиталь. Идиоты, просто клинические идиоты. Это политика. Да, у Кириенко это политика. Мы много об этом говорили. Демонтаж системы изнутри. Но решает не Кириенко. Не либералы. Решает народ. Как он решает? Народ может ошибаться. Но это воля народа. Почему Путин в шоке? Потому что воля народа не была известна, если угодно просчитана, если угодно изучена. Самое страшное, Лукашенко, который не нашел, его дети на улице, он же батька, не нашел, обращаясь к нации, ни одного умного и человечного слова. Лукашенко на глазах теряет Лукашенко. Или мы его не видели таким, какой он есть сегодня на самом деле. Президент Белоруссии, бывший президент Белоруссии, и не факт, что избранный, говорит сегодня набором глупостей. На улице только одни безработные оказываются. Чадо, возьмите свои чадо обратно. Какие чадо? Ни одного митинга в защиту Лукашенко. Где они эти 80%? Как Лужков бы сделал покой? Да бы на все заводы поехал, которые забастовали, к рабочим. 20 человек выборщиков, он бы с ними чай пил, а своих заслуг вспоминал. О ней есть статья у Лукашенко. Он бы сидел в кругу людей. Лужков, потому что он говорил с ними на одном языке. Всегда. Как угодно можно относиться к мэру Москвы. Сложный человек. Мощный человек. Но у него был русский язык. Народный язык. Родниковый с людьми. Где он этот родниковый язык? Рука Чехии, рука Вильнюса? Что несет Александр Лукашенко? А самое главное, то, о чем вчера у нас Надеждин говорил в эфире. Пересчитайте голоса Бакани. Бюллетень не уничтожили. ЦИК-то официально не сказал, что 19-го будет. Итог. ЦИК уже боится ответить. Люди в ЦИКе, предполагаю, от тюрьмы боятся за фальсификацию. Они будут пересчитывать бюллетень. Будут. Под камерой. Маленькая страна. Так легко пересчитать. Несколько миллионов бюллетеней. И все. Лукашенко не дает. Тоже все. Безвыходная ситуация. Вот от чего Путин в шоке. Он все экспопулирует на себя, на Россию. Не найти ни одного человеческого слова для батьки. Но хоть как-то. Но хоть братья и сестры. Но хотя бы цитаты. Они сами виноваты. Они загнали народ. Начальники. В такое стоило. Что кто угодно. Хоть Тихановская домохозяйка. Кто угодно. Хоть черт в ступе. Хоть обезьяна. Только не. А они. И лишь сейчас. Предполагаю я. Караулов. Только сейчас. Понимание, что то-то. Что-то совсем-совсем не так. Только сейчас приходит это. Какой там сын Лукашенко Коля? Мэр Минска? Кто-то об этом мне говорил. В будущем. Какой мэр? Какого Минска? Ребята. Как сказано в пьесе Горького на дне. Сатин говорил. Человека уважать надо. Лукашенко не может пойти на пересчет бюллетеней. Тут-то и выяснится, предполагаю я, что за ним не 3%, но 10%, не больше. Прав Цепкалов. 10. Все. Остальное дорисовались. А что мы умеем, если не рисовать? Стрелять никто не будет. Пытаются. Но это не то время. Не тот 21 век. А как удержать народ? Это маленькая страна. 2 трети Москвы и все население. И то договориться нереально. 2 трети Москвы. А в России? С дебилами-то вокруг. С Кириенко. Ах, бог послал нам. Парни. Раньше я один орал. Профессия Кириенко, дефолт. Сегодня все это повторяю. Все силовики и все. Что он делает? Кого он назначает? Как проводим голосование? Почему людям в душу-то плюют? Вакцина от ковида. Возможно, великая вещь. Возможно. Возможно, преступление. Никто же не объясняет ничего. Не показывает, не доказывает, не спорит. Как же так? Колитесь и все, люди, никто не будет колоться. Еще один взорвый будет возмущением. Заставить, слава Богу, хоть сказал Путин, не будет. Раньше, как нас пугали, чипизация, насильная, вакцинизация. Мы говорили, никогда этого не будет. Люди в леса уйдут. Наконец-то сказали, будет добровольно все. Не тот язык с нацией. Не в России, и в Белоруссии, и на Украине. Не те слова. А в Белоруссии вообще слов нет. Глупости. И набор Лукашенко говорит набором глупостей. Лишь хоть красивую фразу хоть бы придумали одну. Когда Горбачев провалил реки Явик, просто провалил, не подписали соглашение по ракетам. А внизу пресс-конференции, первая встреча двух президентов, Америка и Советский Союз. Но надо что-то говорить людям, под камеры. И пока спускались вниз, а что скажешь? Горбачеву понесло, и Райган не подписал ничего. Мне Шеварнадзе рассказывал, пока шли вниз 12 ступенек. С второго этажа во двор. Дома где? Весь мир собрался, журналисты, с камерами. Бейкер, госсекретарь Америки, придумал фразу, которая успокоила весь мир. Райган вышел и сказал, это поражение больше, чем победа. И все успокоились. А что он сказал? Он сам не понимал. Это политика, это роль красивой фразы в политике. Бессмыслица. Это поражение больше, чем победа. Я и сейчас не понимаю, говорю, Шеварнадзе, что он сказал? Но все успокоились. Где они, эти слова? Умирить нацию, упокоить. Не упокоить, я хорошо сказал. Успокоить людей. Как? Заберите ваше чадо. Итог. Весь мир сейчас, все Америка уже, то, что вчера Надеждин говорил у нас в эфире. Почему вдруг такое совпадение сегодня? Американцы помпелы, говорят, пересчет голосов. Пока не сожгли. Уже сжечь не будут бояться. И ЦИК боится. И почему Лукашенко совещание-то проводит? Его срок закончился. А новый президент не объявлен. По конституции, кто в этом промежутке руководит? Не парламент ли? Почему Лукашенко? Это легитимно все, что он говорит сегодня? Если старый срок он отбыл, в ноль часов ушел, все, срок закончился, вместе с ним закончился Лукашенко. Он бывший президент. А вновь избранным он не стал. Его ЦИК не назвал избранным. Почему-то он совещание-то проводит. У Путина шок. А это значит, мое предположение, что ни в каком, невзря на обнуление, на Терешкову, на все эти голосования, он не будет баллотироваться в 2004 году. Чтобы такое получить, лучше уйти вовремя. Надо уметь уходить. Доминго чудовищно поет травиату. У нас пленка есть, последняя его. Травиата перед коронавирусом на арене Деверона чудовищно, он пел Жермона, а уйти не может. И петь не получается, как должно великому певцу, королю оперы, и уйти. Выходить неохота. Неумение уйти – это трагедия всех тех, кого потом называют в политике. Словом, диктатор. Неумение уйти. В 20 веке, в 21 веке, все, кто не умел уйти. Как Каддафь, как Саддам, как Саддат. Ну, все. Все закончили очень плохо. В этом ряду Лукашенко. Пока. Последний. Время поколение. Может, перейти, пометка мало.